В рамках проекта «Взаимоподдержка. Расширяй границы», поддержанный Фондом Президентских Грантов, мы сегодня проводим наш первый вебинар на тему «Реабилитация людей с синдромом Ретта». Цель нашей ассоциации – это достоверная, актуальная информация о синдроме Ретта, в первую очередь для родителей и для специалистов, в содействии с исследованием синдрома Ретта и проведение различных мероприятий, которые так или иначе связаны с информированием общества о этом заболевании. Вся наша информация о синдроме Ретта на русском языке сосредоточена на сайте Рет.Рет. Она проверена, актуальна и достоверна, и была создана командой родителей и экспертов. Сегодняшняя тема – это «Реабилитация людей с синдромом Ретта». Дальше. Детей с синдромом Ретта в России много, и все дети разные. Ну, наверное, у нас в ассоциации, через ассоциацию за 10 лет прошло как минимум 500 семей с синдромом Ретта с разными, разного возраста. Дальше. Разным детям нужна разная реабилитация. Одним нужна активная реабилитация. Здесь вот вы видите, это и горные лыжи, и ипотерапия. Можно еще две картинки сюда поставить, потому что они задерживаются. Я знаю, что есть девочки с синдромом Ретта, которые катаются на роликах. Очень часто для этого нужны специальные приспособления. Но есть организации, у которых есть эти приспособления. Здесь вы видите на этих фотографиях, да, и горные лыжи, и специальная машина, куда можно на коляске закатить ребенка, да, прикрепить и ездить им. И на ипотерапии тоже бывают специальные приспособления для разных детей с разными возможностями. Есть велотерапия, когда дети катаются на велосипеде на специальном больших трехколесных велосипедах. Следующий слайд. Другим детям нужна щадящая реабилитация, потому что не всем активно и подходит. Да, и здесь тоже есть такие картинки. Например, внизу вы видите взрослых девушек с синдромом Ретта. Они все разные. Одни в колясках, постоянно в колясках находятся. А есть такие, которые бегают практически до самой старости. Есть, вот здесь есть фотографии, где мы с Катей просто лежим на сенсорной кровати, слушаем музыку. И на данный момент для нас это, наверное, самая лучшая реабилитация. Бассейн с шариками. То есть кому-то нужна активная, кому-то нужна пассивная, щадящая. Следующий слайд. Для реабилитации нужно разное оборудование, разные технические средства. Отдельная тема, которая не терпит дилетантство. И именно для этого мы и приглашаем специалистов, которые знакомят нашу аудиторию с методами реабилитации. Следующий слайд. Здесь вы видите, это как раз мероприятие, которое проводила наша ассоциация в рамках вот этой программы «Заимоподдержка» в Ереване в 2019 году. И в Минске буквально осенью прошлого года. И как раз здесь вы видите революционные процедуры, которые проводят из-за книги «Роман Ретта». Следующий слайд. Мы сильные, когда вместе. Так принято говорить в сообществе людей с редкими заболеваниями, потому что только когда родители объединяются с экспертами, мы можем больше сделать для наших детей. И это наше такое утверждение, мы в этом уверены. И я хочу поблагодарить тех экспертов, которые сегодня с нами, которые здесь присутствуют, поделиться своим опытом, знаниями, навыками. Это ни в коем случае не мастер-классы, не обучение. Мы попросили... У меня работа. Полчаса меня не трогайте. И поделиться своим опытом. Я хочу также сказать большое спасибо активным родителям, которые помогли, посодействовали и пригласили своих экспертов для участия в нашем вебинаре, которые на себе и на своих детях испытали всю целебную силу, рук, ума, потому что это такая работа очень профессиональная. Нужно постоянно быть в теме, нужно узнавать, как меняется мир наука по реабилитации. И хочу большое спасибо сказать нашей команде, нашего проекта, кто сегодня в том числе реализует этот вебинар. На вебинар зарегистрировало 70 участников из 37 городов России и в том числе из стран Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Германии и Великобритании. Это русскоговорящие родители, которые живут в этих странах. 13% это специалисты, кто участвует сегодня в вебинаре, слушает нас. 87% это члены семей. 51% это родители детей от 3 до 7 лет. 34% это родители детей от 8 до 17 лет. И есть и совсем родители крошечных детей до 2 лет. И есть родители детей, кто старше 18 лет. Сейчас я хочу представить Илону Ареповну Аснадзору. Она с нами уже много лет. Мы очень благодарны за то, что вы участвуете в наших мероприятиях. Начиная с 2016 года, когда вы приехали и участвуете в нашем конгрессе. И мастер-классы. Добрый день. Добрый день. И консультация семьи – это вообще неоценимая просто поддержка нашего сообщества. И потом вы были в Ереване 2 года назад. Это тоже вызвало и эмоции. И такой сдвиг был в сообществе специалистов-реабилитологов. Потому что это дало новые знания, новую мотивацию для того, чтобы искать что-то для наших детей. Я хочу кусочек попросить, чтобы поставили видео из нашего прошлого фильма, 2 года назад, который мы сняли. Как раз об участии Илоны в Ереване, о мастер-классе. Пожалуйста, Егор, включите нам это видео. А потом сразу я передаю слово для презентации. Чуть-чуть ее посадили поудобнее, она уже начала, как бы, да. У нее очень большое. И как бы идем вдоль мышцы, которая у нас. И начинаем. Движения. Это короткая сторона, это длинная сторона, да. Мы начинаем, то есть мы понимаем, что здесь зажато. Мы начинаем с ней работать. Сначала просто растянуть. Да, я чуть-чуть растянула. Теперь я могу включить немножко ротационные движения. Проработать, да. Это лежит. Там, на веранде лежит. На столе. На столе. На столе. И также разворачивается. Да, и ножки свисают. Здесь в ее случае достаточно, что одна опирается, потому что если это будет лежать, это еще больше будет усугублять. Лучше, если она на весу. И за счет веса стопы чуть-чуть она будет, ну, как бы, еще движения будут какие-то сохранять. Физически не смогут развиться полностью. Не смогут там бегать, например, прыгать. Но как личность, сам интеллект мы можем развивать. То есть общение, коммуникация, то есть мыслительные процессы. То есть если заниматься, то все это можно реализовывать. Спасибо, да. Мы очень подчеркнули. Идем к вопросу, которые у нас. Начинаем. Возвечаем презентацию тогда, Илона. Спасибо, да. И передаем слово. Спасибо за воспоминание. Да, к сожалению, в этом году или в прошлом году не получилось у нас в Минске встретиться. Да, все эти накладки у нас. Вот. Мне бы сегодня... Ну, в Ереване мы очень много говорили про физическую реабилитацию. Вот. Какие, да, возможные укладки. Все. И на сегодняшний день, мне кажется, что вот большая сложность – это подбор, правильно, да, технических средств реабилитации, да, сопровождение детей, которые, да, вот особенно, да, о том, о тех девочках, о которых мы сегодня говорим, у которых есть, вот, да, в основном и неврологические, ортопедические, да, проблемы. И мне бы хотелось сегодня немножко пошире об этом поговорить, потому что, ну, хоть и синдром давно знакомый, вот, но, к сожалению, да, у нас вот все, что касается ортопедии или там каких-то технических средств или индивидуального подхода, да, к каждому ребенку, к сожалению, пока у нас немножечко, ну, как бы запаздывает, да. И мне кажется, что основная проблема у родителей, да, прийти к какому-то специалисту, который сможет комплексно подойти к девочкам, да, и, как бы, родителю все правильно, ну, объяснить и правильно, как бы, сопроводить, да, не просто вот на сегодняшний день, да, а важно на перспективу, да, какие могут быть сложности, да, вот я, мы сегодня, ну, вот, мне хочется сегодня больше про ортопедические какие-то сложности поговорить, да, и в общем, да, о том, как мы должны девочек сопровождать, да, потому что требуется, да, адаптированный подход, да, к каждому ребенку при составлении правильной программы, да, и вот, как бы, то, что касается и ортопедических осложнений, да, и если мы будем говорить, как бы, да, о двигательной реабилитации, можно следующий слайд? Это первый, да, но всегда такой вот небольшой девиз, да, ничто так не разрушает человека, как длительное бездействие. Вот хочется просто, когда ребенок, еще следующий слайд, когда ребенок очень долгое время не двигается, да, и мы все время ребенка сопровождаем не с тем, что, с чем он родился, да, потому что мы знаем, что очень многие нарушения, которые возникают в течение жизни, да, они возникают не от основного заболевания, то есть мы не ставим, вот, как бы, да, есть основной диагноз, и к этому основному диагнозу мы всегда должны понимать, какие осложнения могут быть, да, для того, чтобы родителя подготовить поэтапно к сопровождению, то есть не так, чтобы родитель мог прийти к специалисту, специалист говорит, да, вы знаете, вам вот это вот нужно делать, да, а именно подготовить родителя, потому что, ну, большее время все-таки родитель проводит время с ребенком, и родитель должен понимать, на какие, скажем так, герстовые столбы ему опираться, да, как ему, скажем так, заподозрить, что может возникнуть вот это нарушение, или вот это, или вот это, да, что в определенном периоде у ребенка возникает, и это очень важно родителям понимать, и должны быть специалисты, которые умеют и знают, как сопровождать, да, девочек, ну, девочек, я имею в виду, да, девочек с синдромом летом, да, и родителей. Это вот, как бы, к сожалению, пока у нас, ну, это продвигается, но немножечко не во всех, скажем так, регионах родители знают об этом. Можно следующий слайд? Так, ага. Ну, мы должны, когда мы выстраиваем какую-то определенную, скажем так, сопровождение, да, делаем оценку, да, мы должны обязательно отметить у ребенка не проблемой, которые есть у него, да, правильный специалист будет определять, что ребенок на сегодняшний день умеет, да, и вторая часть, на каком уровне нам нужно ребенка сопроводить, да, вот что позволяет, да, как бы оставаться ребенку с инициатором собственных движений, да, то есть мы должны обязательно поддерживать то, что есть у ребенка, да, то есть то, что касается девочек, да, это исследовать собственное тело, да, мы часто, когда ребенок рождается из-за того, что он не имеет возможности, там, двигаться или не всегда интересуется игрушками, да, и очень часто и специалисты, и родители, да, говорят, вот, ну, как бы, да, не интересуется, не хочет. Значит, значит, это должно нам говорить о том, что у ребенка пока есть сложности с исследованием собственного тела, да, ребенок всегда в сопровождении занятий, да, он должен открывать для себя какие-то определенные новые вещи, там, действия, да, и всегда ребенок должен, ну, может быть, не всегда, есть какие-то моменты, мы будем попозже говорить, все-таки должен, ему должно быть интересно, да, он должен понимать, что вот, да, происходит какое-то действие, я делаю своей рукой вот это, да, это делаю я, значит, я могу это делать, да, то есть это все время мы находимся в процессе изучения собственного тела, в процессе познания предметов, которые ребенок, которые окружают ребенка, да, открываем возможности выражения эмоций, да, которые дает ему тело, то есть если ребенок не будет чувствовать себя комфортно и не будет чувствовать свое тело, то мы не можем предлагать ему какие-то вариации, да, или ожидать от него, иногда я говорю даже, мы притягиваем ребенка в свою среду и пробуем, как бы, да, наблюдая, а, ну, как он справится в нашей среде или нет, нет, он не справится, поэтому нам нужно, вот, учитывая особенности девочек, да, создать для них комфортную среду, чтобы девочки могли максимально себя показать, да, и мы можем тогда увидеть, создавая в той среде, которую мы создали для их развития, с их особенностями, да, только тогда мы можем понять, оценить действительно, где, на каком уровне мы можем девочкам помочь, да, и какие у них есть способности, потому что часто, или, я не знаю, может быть, я надеюсь, что сейчас это не происходит, но часто, когда мы, там, ну, какие-то специалисты проводят тестирование у девочек, да, по своим каким-то тестам, не знаем, да, которые, ну, там, образовательных каких-то, еще что-то, да, то часто ребенок не может показать те способности, которые действительно у него есть, потому что эта программа или этот тест не, скажем так, не предусмотрен для этого ребенка, то есть он не подобран для него, и часто бывают ошибочные такие мнения, потому что, ну, мы не можем правильно оценить ребенка и его способности, естественно, мы тогда не можем правильно выстроить план сопровождения, это очень важно, да, важно также девочкам проявлять, да, свои желания, то есть мы должны быть на стороне ребенка, объясню, в каком, то есть мы, например, если ребенок приходит, да, то, что я вот говорю, да, про среду, что очень важно, как сказать, не со своим, скажем там, шаблоном кого-то, чего-то, да, вот я должна вот это вот проверить, да, ребенок должен адаптироваться, да, ребенку нужно создать какие-то, ну, такие спокойные моменты, чтобы он опять же мог проявить себя, да, увидеть, как ребенок, в какой ситуации, как он тебя проявляет, да, и если у какого-то ребенка есть какие-то, ну, сложности в движении, да, там, в контроле корпуса или там, неудержание головы и все, мы должны просто увидеть это, да, создать, вот, например, там, какую-то стабильную позицию для того, чтобы ребенок показал то действие, которое он не может совершить, например, можно следить? Что, что вообще, какие есть сложности, да, у девочек, ну, во-первых, да, это вот, да, развитие мышечного тонуса, да, пост, жестов, да, сенсорно-когнитивные функции, которые, вот, самоусловно, все эти элементы гармонируют друг с другом на протяжении всего периода ребенка, да, это мы говорим про нормальное развитие, да, то, что проявляется у девочки, вот, они могут как раз-таки приводить к различным нарушениям этой гармонии, да, то есть, ну, или, я не знаю, мы, ну, я надеюсь, что мы, и, как бы, да, нужно ребенка рассматривать целостно, да, не отдельной его части, да, там, ни руки, ни ноги, там, голова, да, а именно рассматривать ребенка как единое целое. Если мы занимаемся, например, как бы, ну, там, реабилитацией или каким-то движением, я всегда должна учитывать эмоциональный фон ребенка, да, какое у него настроение, да, что-то, может быть, его пугает, да, мы не должны всегда, вот, у нас есть, стоит план, там, не знаю, там, развития чего-то, да, и, значит, мы должны по плану этому идти. Мы всегда должны быть на стороне ребенка и понимать, какие могут быть уже наперед бежать, какие могут быть у ребенка осложнения, какие могут его, скажем так, преследовать какие-то беспокойства, еще что-то, то есть мы всегда должны рассматривать ребенка как целостно, да, только вот там, вот у него контрактура там на ноге, да, или там спастик какая-то, да, или там, ну, огромное количество могут быть причин, да, мы всегда должны предположить для себя гипотезу, да, почему это произошло, да, почему он не делает вот это и вот это, почему он опускает глаза, там, не знаю, какое-то беспокойство, да, которое вот у него, да, в руках, да, то есть любые действия, которые совершает ребенок, мы должны обязательно увидеть причину и почему это происходит. Можно следующий слайд? Что входит в основное, да, какие основные направления работы у физического терапевта, не знаю, там, у двигательного терапевта или реабилитолога, ну, первое, мне кажется, что это расслабление, то есть я разделила это на пять пунктов, да, мне кажется, что постоянно, когда девочки, ну, вот, да, беспокоятся, когда приходит новое место, первое, что мы должны создать, это комфортную среду, да, и первое, что мы должны, это расслабить ребенка, да. Если у ребенка есть определенный какой-то страх или мы видим там в движении каких-то, да, или ребенок, наверное, самое сложное для терапевта, это вот, как бы, ну, убрать этот страх, потому что страх, он всегда сковывает ребенка, страх не дает ребенку показать действительно все его способности. И первое, что должен сделать терапевт, это получить доверие, да, доверие, и найти какие-то, скажем так, ну, если рассматривать это как двигательного терапевта, или там реабилитолога, да, он должен найти позицию, да, чтобы ребенок расслабился, может, да, для того, чтобы мне определить, где, на каком этапе я могу ребенку помочь, да, естественно, если я могу помочь ребенку, естественно, я помогаю родителю и объясняю ему, где он также может своему ребенку помочь. Следующее, это, конечно, подвижность суставов, растяжимость мышц, это то, которое мы всегда, даже, наверное, ну, так называемые, это контрактуры, которые сопровождают девочек, очень, ну, практически, да, всю жизнь, и, к сожалению, да, мы всегда вперед вот этим, скажем так, контрактурам, то есть мы должны растягивать, мы должны, чтобы мышцы были эластичны, чтобы нам успеть, чтобы нам приостановить вот этот весь процесс патологии, который будет сопровожден. Нам нужно наперед знать, что, по какому этапу, как это пойдет, потому что пока ребенок маленький, и он эластичный, и еще все подвижно, мы должны, конечно, все эти состояния сохранить и держать их в порядке, да, поэтому, вот, да, я всегда говорю, мы должны бежать вперед. И обязательно должны понимать, в какой период жизни, то есть я имею в виду возрастные, да, все эти моменты, да, в какой, так, в какие годы, в каком возрасте происходит какой-то там резкий скачок возрастной, да, там, вот, это, к сожалению, когда есть у нас неэластичные мышцы и контрактуры, конечно, рот, поэтому мы должны правильно выстроить терапию и правильно ортопедически поддержать детей. Дыхательные упражнения, потому что часто у девочек есть, как бы, да, такие задержки дыхания, поэтому нам нужно научиться вместе с ними работать и помогать им, да, как сказать, ну, если мы выстраиваем, например, или не выстраиваем какие-то позиции, да, чтобы мы всегда обращали внимание на дыхание, потому что с этим есть сложности. Мы должны, если мы какие-то, например, приспособления придумываем ортопедические или какие-то технические средства реабилитации, мы должны всегда учитывать то, что есть у девочек с синдромом Ретта, да, ну, как бы с дыханием, с легкими сложностями, да, и это мы должны учитывать, выбирая какие-то определенные позиции нам. Обучение движению. Что это значит? Пока ребенок маленький, да, есть какие-то ограничения в движении, если есть ограничения в движении, естественно, есть ограничения в познании своего тела, в познании среды, в которой ребенок находится, да, и обучение движению даже живяской патологии, которая есть у ребенка, да, мы должны научить как бы новому двигательному пути, то есть вместе с ним пройти какие-то, как знаете, вот пришел к психологу, да, там, со своей проблемой, да, ведь психолог никогда не, там, не дает вам сразу решение, вот пойди туда, возьми мне эту таблеточку, там, выпьешь, и все у тебя будет хорошо, да. Психолог, он всегда ищет какие-то или показывает... Разные пути направления решения какой-то проблемы. Вот с обучением движения мы тоже постараемся, исходя из того состояния, которое есть у ребенка, да, навыками, которыми двигаться и находить, ну, комфортную позицию, да, все равно же стоит. Так, ну и сейчас по, значит, и ортопедическое приспособление, я не знаю, что я сделаю сегодня акцент, какие они должны быть, для чего. Что нам важно, да, ну, с одной стороны... Мы продолжаем обучаться новым навыкам, там, в течение жизни возникают какие-то... Мы опираемся на те навыки, которые лет, мы опираемся на тот опыт, который ребенок получил. Ну, наверное, я приведу пример, как с игрушкой, да. Есть у каждого ребенка своя какая-то там любимая игрушка, да. И мы можем вот эту игрушку обыгрывать в разных ситуациях, да. И у ребенка должно быть что-то его, и через что он как бы выходит вот в этот, скажем так, наш сложный мир. Мы на этой базе, которую мы выстроили, или в семье выстроили, мы на этих навыках основываемся. Мы... 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 Продолжение следует... 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 что просто что-то там наращивать бесполезно при тяжесть состояние которое обусловлено общим снижением дендритов нейронов смысл качать мышцу нету то есть на более какие-то когнитивные до развития они будут ближе и соответственно больше дадут результатов дальше то есть можно дальше если есть как бы дети которые которые пережили первый регресс после того момента как они научились уже передвигаться эти не вертикализированы то рита до этого момента не дошла и случился раньше она научилась только стоять то есть старые устойчивые паттерны сидений они остались но при этом так как не было никого ну тонус скажем был очень низкий она постоянно вкорбилась вот эти все проблемы со спиной да приобретала приобретала вот значит далее мы выбрали властных вектора развития прикрепили еще хорошего специалиста харитонова арена валерьевна она занималась именно произвольными реакциями для риты она ставила ей пекс для выбора там что она хочет или не хочет как бы по принципу да нет она вызывала не какие-то эмоциональные реакции то есть она пыталась ее играть она также оставила ей биомеханику и зрительный контроль вызывал чтобы маргарита что-то хотела взять и она брала соответственно я уже занимался запуском локомоторных генераторов для того чтобы мы могли ее как-то играть ходить двигаться то есть она могла сама там перемещаться да и там так как мы в нашем центре активно используем методику гленна дома надо то началось все это с ползания очень тяжелого трудоемкого ползань когда маргариту уложили на трек дома на у нас там конечно слезы были по которому на там скатывалась этого трека вот начало было сложно сам принцип занятия в кинотерапии заключается в том чтобы развить весь потенциал ребенка который пришел настолько насколько он позволяет возгляд пассивный и активный вариант двигатель механики пассивные это массажа оттирания ползание ползание и активно уже это то что включает когнитивные какие-то навыки те же самые зрительно-контрольные да то есть она зачем-то будет ползать когда она передвигается по залу когда мы научились это делать она это делала уже достаточно осознанно на осознанных реакций и то есть были игрушки были мультики мармелад вкусняшки первостепенно там очень активно догоняли со стереотипиями конечно все сложнее маргарита сейчас уже на данный момент научилась контролировать руки допустим в опасных ситуациях когда надо срочно за что-то схватиться она очень хорошо держится вот и там уже руки никуда не лезут так можно дальше каждое наше занятие она начинается с актуализация про при рецептор то есть собственной чувствительности предыдущий спик и илона много говорил про ощущение своего тела и так как у нас там все очень мало то в начале занятия мы ее активно оттираем то есть прям хорошенечко оттираем можно в суджоке использовать проминание это вот слайд справа это я дядька 100 килограммов и просто ее сверху так продавливаю есть еще у меня валик там я валиком сегментарная раскачка это раскачка у краниальных отростков позвонка чтобы каждый сегмент спинного мозга тоже можно было включить далее игра с текстурами но это у нас отдельные коробочки и сенсорной интеграции там ежики мягкие расчески жесткие расчески и далее и вибрации либо вибромассажер ручной либо вибромассажер платформа вот на которой маргарита справа стоит она там же научилась принципе контролировать себя в вертикально позе можно дальше любое движение в принципе состоит из набора поз то огромное количество времени посвящается именно тому чтобы маргарита осваивала новые позы и тот же момент не терял старый здесь изображена качель бревно мы называем вот то есть совершенно в разных позах соответственно можно планировать разные захваты можно планировать упоры ногами до некоторые моменты мы ее ставим просто на нее и она держится за верхнюю перекладину палочки то есть очень много поз отрабатываться в динамике что очень благотворно влияет на ее общий тонус на паравертебральные мышцы можно следующий спать вот паравертебральные мышцы те что маленькие да те что они обычно не работают за счет крупных обычно маргарита делает любые передвижения все нагрузки вот на вот этом бочки ей приходится она просто там среда вы нужно создана так что ей приходится себя нагружать чтобы не упасть вот здесь где-то не помню но буквально недавно эти снимки сделаны когда она начала когда он только начинал она там училась держаться училась себя держать на высоких коленях училась себя держать в посадке по турецкие на четвереньках и так далее можно дальше она это вот платформенные качели соответственно тоже до в разных бонус здесь уже очень высокая динамика идет и то есть если раньше первый раз я помню мы маргариту туда поставили мама все стой я хочу качель или то синего просто кубарем сваливается на мат и все то есть сейчас конечно такого нету она сейчас стоит и сидит и то есть но видно да здесь по крайней мере на фотографии что она активно используют руки для того чтобы самосохраниться можно дальше после того как мы организовали какую-то общую среду в теле для нее что она она начала включаться визуально она начала видеть маму начала видеть у нее мотивация выросла за счет проработки эмоционального интеллекта и произвольных реакций она начала на мультики реагировать игрушки воспринимать разные там всегда разные это одинаково вот после этого мы уже ну соответственно общего нарастания после ползания когда она включилась в поздно что до сих пор и дается очень тяжело мы начали ее ставить уже на четвереньки то есть используя учебы лечебные упадки так называемые мы начали нарастать вот эти объемы именно в бедрах и ягодицах и выводить их как бы в жизнь чтобы она могла пользоваться тем навыкам которые она приобрела вот то есть она передвигалась по разным текстурам то есть это там сенсорные коврики это мешковина какая-нибудь она сейчас залазит у меня там в горку самостоятельно почти самостоятельно без помощи конечно по разным перепадам высот по разным мягким модулям то есть в зале она активно так сказать работы соответственно всегда вот путь для ее включения это мотивация то есть через вот этот скажем дофамин который дает вот этот рывок для начала движения она очень хорошо идет для того чтобы что-то сделать да нам захотеть вот так можно дальше да вот здесь справа как раз она на горку залазит но здесь она руку опустила ленилась или фотографировалась так вообще залазит хорошо она еще вниз спускается тоже достаточно самостоятельно но вниз сложнее так как верхний ключевой пояс в основном стереотипах то контроля там намного меньше и поэтому сложнее его контролировать то есть она пока может не спускаться может пару раз себя похвали там погладить там в руку родосом так далее но тем не менее спускается носом не клюет вот а слева это ступеньки ступеньки на которых она учится вводить бедра учиться вставать учиться опираться то есть то что и пригодится если она будет там в своем доме догонять мам можно дальше ну и сейчас когда мы уже эти четвереньки освоили что кстати она не любит ими особо пользоваться она приспособилась передвигаться по лягушачи мы сделали антисит и она потом успешно просто садилась на него как на табуретку то есть мы ее научили но она кого не особо хочет этим пользоваться и конечно у нас сейчас стоит цель и задача ты вертикализовать ее мы в центре не используем смежных каких-то костюмов или вертикализатор мы используем те средства где ребенок может использовать собственный свой ресурс в данном случае это плесенька да так контроль рук он есть хоть и минимально то есть маргарита может себя удерживать сверху то время как я ей помогает либо переставить ноги либо приподняться если она держится руками то она может уже себя подтянуть уже встать то есть это уже будет нагрузка на ноги да и формирование подошвенной опоры можно дальше да а также вот этот мяч орех вроде его называются с неполным тоже очень хорошо отрабатывать подошвенопору и бедра для того чтобы можно было упираться и переносить вес тела там сложно обычно ресурса у детей с такой неврологии хватает только на одну сторону маргарита делает только левой ногу то есть если правая опорная поэт под нее то она налево не будет опираться она падает здесь как бы удобно садить ребенка и просто перекатывать слева направо там она уже себя ножку ставит носочек и голеностоп чтобы она отрабатываться вот а тарзанка справа с тарзанкой сложнее намного там контроль вверх должен быть очень высокий и соответственно бедра должны включаться моментально для того чтобы сохранить вертикальный пост и еще пока не освоили но все впереди можно дальше здесь общее заключение были которые я для себя сделаю до что можно использовать при данном синдроме что может помочь и чего не нужно потому что в ходе ее многочисленных абилитаций и том числе других на разных центров которые используют стимулятивный характер что может раздражать нервную систему которая незрелая ни к чему хорошему после курсов получается томатис вроде не вообще ничего не дал вот после курса электротоков у нее были приступы ну и вообще часто у себя в центре встречаешь что дети с как бы низкой драйон неврологии у них часто это происходит это крайняя мера и если ее уже делать то наверное делать с детьми которые более функционально вот так дальше а здесь я видео делал я не знаю она сейчас запустится если запустится будет хорошо я склеил как она была когда только она пришла да мы пытались ее ползать и как она ползала потом до 3 четвереньками да можно запускать нет не запускается жалко ну ну в общем если здесь до кого посмотреть то видно да по ногам что они там разъезжает светом контроля не потом она научилась полный поверьте мне на слово смогла а дальше дальше вроде четвереньки было а ну вот это она на четвереньках охотится за своим кефирчиком вот то есть принципе она ползала может за ним проползти свободно потом сядет и были моменты когда она свободно брала руками доносила до рта и прям пила то есть не тяжелые какие-то наполовину допустим 50 грамм она может поднести попить если сильно хочется после занятия вот так все у меня вроде все и презентация на то что митрофон так спасибо артем сергеевич огромная вам благодарность и хочется сказать что часть победы для наших детей это конечно неравнодушный специалист который въедается буквально в тему изучает ее изнутри вы столько спрашивали в том числе и про мою взрослую дочь который 27 лет я просто восхищаюсь такими людьми спасибо вам огромное нам присоединилась илона ореховна мы есть сейчас предоставим слово и лона вы готовы продолжить у нас буквально 15 минут для вашего выступления да я готова вы меня слышите спасибо да 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 давайте я попробую быстренько ну вот основное то что мы да но чем девочки синдромом ретта вот имеют да постуральные нарушения и они конечно обусловлены сколиозом и фозом и лордозом и риск вот этих заболеваниях они приводят конечно к осложнениям да и здесь сразу вот эти осложнения они подтверждают вот важность раннего функционального вмешательства да и делают двигательную терапию необходимой чем мы можем вот это все обосновать да ну в первую очередь да обеспечение правильной позы потому что так как я говорила что очень многие нарушения которые возникают в течение жизни да они не относятся к основному заболеванию да и вот эти позы сидя стоя лежа да они должны ну как бы да предотвращаться и коррегиться коррегироваться да и правильная поза она способствует вот повышению внимания да как какому-то действию да развивает интерес к его ближайшему окружению я всегда буду говорить что поза для ребенка да ну как бы скажем так не ходячего да потому что ну большей части нам конечно уже приходят девочки ну такими тяжелыми нарушениями да уже когда они сели в коляску и даже те дети которые все таки ходят да мы все равно их должны и скажем так и ночью контролировать их позы позы я имею ввиду и скажем так и полного корпуса да и позиционирования обязательной конечности да потому что мы всегда боремся за вертикализацию мы всегда боремся за движение и конечно вот сохранение скажем так ног стоп для нас это очень важно да и продвижение да чтобы ребенок мог вот как Артем рассказывает да продвигаться быть мотивирован да потому что ребенок не двигается просто так он двигается когда ему что-то интересно да и поэтому вот мы должны да во всем их поддерживать можно следующий слайд следующее и вот про позицию у меня здесь есть слайд девочки которые уже достаточно взрослые ниже следующий слайд еще ниже это мы уже поговорили да вот девушки у меня они находятся то есть они уже ну как бы приходят я уже сказала хорошими такими нарушениями вот посередине девушка ей сейчас ей почти 16 вот она ко мне пришла где-то ну наверное года 4 назад вот родители ее естественно она не сидела такие достаточно деформации не было понятно что никому не было понятно что это действительно девочка при этом синдром потому что ну вот да то есть родителям родители бегали из специалиста к специалистам и конечно очень часто к сожалению упускаем мы время для того чтобы все таки постановка правильного диагноза это самое основное но вот это не только касаемо девочек синдрома мурета да это касается любого ребенка и чем правильнее чем быстрее мы поставим диагноз тем мы понимаем как нам этого ребенка сопровождать вот говоря о позиционировании говоря о правильной позе когда уже у ребенка есть такие хорошие ортопедические деформации да даже супер пуперское какое-то техническое следствие классное кресло да она все равно не позволяет нам ребенка с такими деформациями посадить как бы да хорошо и чтобы нам приостановить этот процесс конечно мы не можем остановить колеоз мы не можем там остановить кипоз да какие-то такие ортопедические нарушения но мы можем даже не предотвратить но мы можем затормозить этот процесс мы можем дать комфорт ребенку мы можем наверное то есть продумать и дотянуть до того чтобы не было у ребенка боли я говорю о можно следующий слайд я говорю о таких серьезных деформациях и сколиоз и вывести тазобедренных суставов что сопровождает наших девочек в принципе всю жизнь да и поэтому мы должны на ранней стадии всегда правильно диагностировать это и поймать эти моменты то что касается тазобедренных суставов вся вот это вот ну как бы у нашей девочки есть предрасположенность колеозу да есть предрасположенность к контрактурам да вот но мы если мы теряем контроль над тазобедренными суставами которые еще хуже скажем так или там еще хуже еще больше ухудшает состояние позвоночника потому что если есть лувихи тазобедренных суставов и у ребенка есть боли он щадит эту ногу он щадит да не хочет садиться он капризничает да начинает ухудшение еще больше у нас начинает сколиоз себя проявлять поэтому вот мы должны к сожалению или к счастью я не знаю да научились наверное благодаря девочкам мы научились вовремя это все контролировать смотреть и поэтому я наверное как бы родителям скажу что важно да за тазобедренными суставами смотреть потому что есть предрасположенность к вывихам ну дисплазия у нас у всех есть как бы вот но мы зная это мы должны хотя бы там вот один раз делать рентген для того чтобы смотреть если у нас ребенок не вертикализируется или если он теряет опору перестает там ползать или как-то плохо сидеть и вы видите что спина ребенка еще стало стало хуже значит это сразу вам красный звоночек о том что в тазобедренных суставах не все хорошо и конечно всю эту ситуацию надо контролировать держать вот чтобы нам не потерять позицию то есть мы уже потеряли вертикализацию и самое важное не потерять позицию сидя поэтому таз тазобедренные суставы они очень взаимосвязаны со спиной поэтому мы все вот ну это должны смотреть можно следующий слайд например исходя вот из руку из уровня развития движения ребенка и учитывая его возможности да это атопедические деформации и мы уже понимаем что нужно правильное положение в различных позах в течение дня мы не будем там широко рассматривать постуральный менеджмент да мы просто понимаем что ребенок когда лежит тоже нужно сохранять например если у нас есть там сложности или там с разведением ног или у нас ребенок на заваливать на одну сторону да или там есть уже появилась какая-то ротация мы видим что одна сторона более длинная другая короткая да мы уже положение лежа должны для ребенка делать укладку да то есть стараться все время стремиться к симметрии да подкладывать под ноги под колени оставляя абдукцию да то есть ну как бы разведение ног то есть мы все позиции которые у ребенка есть вынужденные мы должны их контролировать мы должны создавать комфортные условия и должны все эти вещи ну использовать различные укладки я не помню если у меня в этой презентации там есть да есть какие укладки мы можем использовать поэтому вы можете посмотреть если мы не успеем просмотреть но к сожалению это все такие практические вещи да это надо показывать я про просто проговорю и остановлюсь на тех моментах которые мы должны вот контролировать если мы говорим про спина то конечно мы говорим естественно про корсетирование значит если корсетирование есть разное и корсеты по своим моделям тоже есть разные и не хочется у ребенка если у него есть например если ребенок не удерживает спину да то есть как бы недостаточно компрессии или там мышечного корсета который ребенок может выпрямиться да но у него нет скажем так такой серьезный прям деформации он в принципе ему просто сложно противодействовать силы тяжести да тогда мы не делаем сложный корсет всегда должны определить определить какое техническое средство должно быть и мы должны определить обязательно чтобы не забирать активность у ребенка то есть да мы должны предотвратить да мы должны остановить но мы не должны ребенку ну вот как бы заковать чтобы он красиво сидел у нас да там голову шлем какой-то задели там шею спину да то есть разумно все в разумных да самое важное для ребенка это движение это движение и оно никуда не девается активность должна оставаться ортопедические и технические средства реабилитации это нам как поддержка но как я уже говорила что мы должны создать среду в которой все равно ребенок те навыки которые у него есть они сохраняются но тут вот такой наверное сложный выбор может быть нам придется немножечко эту активность забрать но предотвратить вот эти ортопедические нарушения мы тоже должны за ними наблюдать все время к сожалению нужно наблюдать все время нужно их контролировать есть определенные точки на которые мы обращаем внимание да и родители которые детьми находятся они всегда я знаю как бы все вот в ассоциации я родители знаю они всегда как вода на страже как такие охранники которые ну все моменты знают конечно у многих не хватает опыта у кого особенно маленькие дети но благодаря вот ассоциации мне кажется что родители с друг с другом беседуют разговаривают делятся своими какими-то этапами которые вот уже девочки взрослые они делятся как у них было что у них было потому что на сегодняшний день конечно есть больше возможности для реабилитации есть больше возможностей каких-то ортопедических скажем так поддержек да есть совершенно прекрасные сейчас и коляски и кресла с индивидуальными поддержками да специальные ортезы для рук обувь ортопедической ортезы я хочу немножечко пройтись по вертикализации потому что она можно вот следующий слайд следующий так но это все можно да там подержание корсета да вот я просто хочу небольшой пример вам привести вот на фотографии девочка ирина которая пришла ко мне здесь вот выполняется ей индивидуальное кресло потому что есть девушки или там дети у которых например мы ортопедически не можем поддержать что это значит что уже такая деформация корпуса да то есть как бы спины что уже или там например могут может быть тонус или или да такая сильнейшая деформация которая мешает и дыханию и уже все внутренние органы смещены и мы не можем на ребенка одеть корсет тогда мы можем только делать индивидуальное сидение это как это делается по слепу и как бы второе скажем так наверное как кожух который как бы ребенка вот обволакивает и мы можем там например сделать какие-то поддержки и спозиционировать его таким образом что у нас та спина голова да они как бы в одной оси а то есть мы смотрим чтобы вот это кресло оно было единым вот и на фотографии вот первый раз когда девушка ко мне пришла вот мы ее не могли вообще посадить не могли посадить и нам пришлось ее какие-то вариации просто любой позиции чтобы она хотя бы могла там например ну как бы вот лежать на боку да через вот вторая фотография эта девушка у нас уже через год то есть она отсидела в том кресле в котором она была естественно то кресло которое первое было сделано мы немножечко его коллегировали потому что там уже угол сгибания в тазобедренном суставе появился вот и через через год нам пришлось делать ей новое кресло вот вы видите она практически но совершенно другой взгляд да совершенно по другому позиции то есть мы ее смогли посадить вот я просто хочу сказать о том что если мы правильно интенсивно занимаемся телом и правильно его скажем так располагает оно всегда нам дает ответ и всегда дает нам еще один шанс на то что как как контрактура наросла точно так же мы можем но с ней дальше работать то есть нет такого чтобы был какой-то ребенок которого невозможно поставить да и нет такого ребенка которого невозможно посадить то есть но скажу так что пациенты не должны быть в кровати да можно создать любое условие любые сейчас появились очень много технических скажем так возможностей на изменение тела мы могли вообще его вытащить из кровати то есть да есть разные контрактуры есть там деформации все но голова руки технологии сейчас нам в этом помогает потому что я говорю что если заниматься телом оно всегда ну как сказать дает ответы и дает нам возможности немножко использовать другой ресурс вот и мне бы хотелось наверное поддержать родителей которые уже наверное опустили руки не опускайте руки мы рядом и да к сожалению вы много что прошли но как бы ваш путь наверное для других родителей у которых еще есть девочки маленькие подростки да мы еще можем как бы да благодаря вам благодаря тому что мы могли быть с вами и на вашем опыте мы мы экспериментируем и думаем как девочкам с синдромом рета помочь и как их поддержать поэтому работа ведется и есть много очень разных способов и да они доступны и я надеюсь что вы найдете путь и не опустите руки вот и вы меня там регламентируйте по поводу вертикализации можно следующий слайд и он у вас пять минут пожалуйста продолжайте давайте спасибо 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 Спасибо, Егор, что включили мне звук. К сожалению, технические неполадки и отсутствие хорошего интернета не позволяют нас. Нам, видимо, в полном объеме выслушать Илону, поэтому мы перейдем к следующему нашему эксперту, к Валяеву Кирееву Дмитриевичу из Нижнего Новгорода. Он также является реабилитологом и применяет разные методики, бабаттерапию, войтотерапию, мягкие техники мануальной терапии, методику ПНФ и методику Эксгарта. Мы готовы вас выслушать. Пожалуйста, начинайте, Кирилл. Здравствуйте. Еще раз приветствую всех участников конференции. Хочу поговорить о физической реабилитации детей с синдромом Ретта. Я расскажу о тех методиках, которые сам активно применяю в своей работе, в своей практике. Их очень много, но я расскажу то, что сам умею, сам знаю. Следующий слайд, пожалуйста. Все эти методики, они очень разные, но есть то, что объединяет их. Это стимуляция нервной системы. Только стимуляция идет в каждой методике, как бы каждый под своим углом. И первое, о чем мы поговорим, это функциональные методы или функциональные техники в педиатрии. Следующий слайд, пожалуйста. Эти функциональные методы, они объединяют себя в функциональный и поперечный массаж, мягкие техники иммунальной терапии. И в целом идея состоит в том, что все мы находимся в большом миофициальном мешке. И работая на одном участке тела, мы можем воздействовать на другой участок тела. Фасция. Фасция – это пленка поверх мышц. Вот когда мясо, например, разделали, видели, то вот она обволакивает нас. И таким образом функциональные техники могут служить отличной подготовкой к дальнейшей терапии. И здесь стимуляция нервной системы идет через кожу, фасции и мышцы. Таким образом происходит удлинение напряженных мышц и активация или включение слабых мышц. Так как мышца сама по себе работать не может, ей нужна информация от нервной системы. Но если нервная система находится в дисфункции, мы можем стимулировать ее как раз через слухожилия и фасции. У детей с тромом ретта имеются нарушения в углотании, слюноделении, жевании. И через функциональные методы мы можем стимулировать мышцы лица, подъязычную кость. Вот на первых двух слайдах показана как раз работа с девочкой, где идет работа с мышцами лица. Так мы можем воздействовать и на глаза, и работа с подъязычной костью. Следующий слайд, пожалуйста. Мы можем работать со стопой и со спиной для того, чтобы подготавливать девочек к дальнейшей ретикализации. И также не будем забывать, что у таких детей есть сложности в дыхании. Поэтому мы можем работать с диафрагмой. Диафрагма берет на себя большую нагрузку, если глубокие мышцы или глубокий стабилизатор слабее. Поэтому эта работа очень важна для нас. Следующий слайд. Следующая методика, методика БОБОТ. В ней стимуляция нервной системы идет через упражнение, компрессию и тракцию мышечно-связочного аппарата к суставу. Происходит закрепление имеющихся двигатель науков, показ и обучение новому движению. В частности, происходит обучение наукового опора на руки. Это является проблемой для многих таких детей на ноги. Также таким детям важна диссоциация, то есть разделение конечностей. Верхний и нижний, половина тела. Упражнение выполняется на полу и активно применяется нестабильная опора для того, чтобы включить глубокие мышцы. Функция этих глубоких мышц не двигать, не сгибать или разгибать, а их функция держать. И применяя нестабильную опору, эти глубокие мышцы включаются у нас автоматически. Нестабильная опора может быть львой. Это могут быть фитболы, полусферы или сенсомотор на подушке. Следующий слайд, пожалуйста. Также мы должны подготавливать детей к дальнейшей вертикализации. Все упражнения идут через разделение конечностей для того, чтобы они максимально подходили к естественным движениям. Следующий слайд. Далее методика Войта. Методика Войта основывается на рефлексе локомоции. То есть на явлениях, когда при определенных исходных позициях и местах раздражения в теле активируются двигательные рефлексы. Восстанавливаются двигательные и правильные движения, которые отсутствовали врожденно. Методика Войта работает с уже существующими нервными связями в мышцах и внутренних органах. Так, например, при воздействии на определенные зоны мы можем стимулировать те или иные движения, формировать опору, влиять на интеллект. Здесь на картинке показаны разные укладки. То есть в основном работа идет из положения лежа на спине, на животе и на боку. Мы знаем по антигенезу, что положение на боку не свойственно для человека. Но эта позиция нам необходима для терапии. Например, для стимуляции переворачивания ребенка. И существует такой миф, что методика Войта применяется только для новорожденных. Это не так. Методика Войта не имеет каких-то временных ограничений. И еще есть тех, что она жесткая. Это не так. Если ребенку больно, значит, слишком сильно воздействие на нее оказывается. Методика Войта можно отнести, наверное, ближе к мануальной терапии. Но она является активной, потому что мы стимулируем у ребенка те движения, которые мы хотим, чтобы он сделал, и которые у него отсутствуют. Также активно мы можем использовать методику кинезиотейпирования. Этот метод воздействует на мышцы через кожу и фасцию. При определенном направлении наклеивания тейпа мы можем помогать корректировать движение и увеличивать терапевтический эффект после занятия. Условно говоря, мы знаем, что у таких детей частая проблема – это вальбусная установка стоп. Мы можем искусственно вывести ноги в правильную позицию, но стоит нам руки только убрать, и ноги сразу принимают свою естественную позицию, неправильную. Так вот, тейп помогает сохранить наше положение рук и продлить его где-то до 3-4 дней. Это не основная методика при лечении вальбуса, но это отличное дополнение к основной терапии будет. Да, и здесь на картинке как раз показана аппликация при вальбусной установке стоп. Носить тейп следует 3-4 дня, а дальше наклеивается следующая, ну, повторная аппликация. Это тейп, это своего рода таблетка, которая действует 24 часа в сутки. Единственным противопоказанием является, ну, там много противопоказаний, но тейп можно клеить, если нету каких-то раздражений. Если есть раздражения, стоит посмотреть, может быть, другие фирмы. Следующий слайд, пожалуйста. Вот подошли мы к вертикализации. Я уже говорил о том, что мы подготавливаем ребенка перед тем, как вертикализировать его через все методики, которые я говорил раньше. И хочу сказать, что так как человек – существо прямоходящее, все человеческие функции созданы для вертикального положения. Вертикализация нужна не только для опорно-двигательной системы, но и для дыхательной системы кровообращения, когнитивных функций. Когда мы вертикализируем ребенка, происходит компрессия. Она влияет на формирование костей и плотность костей. Важно отметить, что при этом происходит формирование тазобедренного сустава, что тоже очень важно. И все это совсем не происходит в лежачем положении. И один из способов передания вертикального положения – это вертикализатор. В своем центре мы не используем вертикализаторы. Это отличное средство, чтобы родители занимались такими детьми, например, дома. Они бывают разные, но секционные, чтобы ребенок сам держал самостоятельно голову, спину и так далее. Еще есть некоторые средства для вертикализации. Следующий слайд, пожалуйста. Имитатор ходьбы. Тоже средство реабилитации, где ребенок уже выполняет… Он не просто стоит, а выполняет активно-пассивные движения. И при этом происходит динамическая нагрузка на кости, мышцы. Улучшается кровообращение, стимуляция дыхательной системы происходит. Превозвращение дегенеративных суставов и сухожилий. Они бывают как для совсем для малышей и для детей старше. Тоже в нашем центре мы не используем, но для домашней работы просто супер, если подниматься с ребенком, а потом поставить его на имитатор ходьбы. Следующий слайд, пожалуйста. Также активно могут использоваться разные реабилитационные костюмы, например, Атлант, Адели. Примерный костюм Атлант обжимает все тело ребенка, что активирует проприоэффективное раздражение, которое вызывает мощный поток нервных импульсов, удвигательную зону корыглого мозга. И ребенок начинает лучше чувствовать себя в пространстве, начинает лучше себя ощущать. Также обеспечиваются нейрофизиологические условия для удержания позы. И также происходит мягкое корреситирование ребенка в этом костюме. В нем могут выполняться различные двигательные упражнения с ходьбой, удержание позиции в прямостоянии. И реабилитационный костюм Атдели. Он состоит из различных эластичных тяг, которые создают искусственную нагрузку на мускулатуру, нормализуют нервные импульсы и тем самым связывают мышцы и суставы с центральной нервной системой. Тоже ребенок в них ходит, стоит, чувствует свое тело. Они, вроде бы, эти костюмы разные. Что лучше, надо смотреть уже просто по ребенку, по его результатам. Стоит попробовать, я считаю, и тот, и тот. Еще один прекрасный способ и средство для вертикализации и для того, чтобы мы показали ребенку, что у него есть мышцы, что он может выполнять движения, чтобы он лучше себя почувствовал. Все эти методики, они хороши по отдельности, но лучше всего, если они будут использоваться в комплексе. Вначале мы всегда делаем подготовку перед основной терапией в качестве мануальных техник. Потом идут активные упражнения, где показываются движения, обучаются, где происходит обучение новым движениям, закрепляются старые имеющиеся двигательные навыки. И в конце происходит стимуляция нейронной системы по методике Войта. Если же ребенок у нас старше, мы можем его поставить в вертикализатор или в один из костюмов. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Кирилл Дмитриевич, спасибо вам огромное. И хочется, знаете, что отметить, что здорово, когда в своем регионе, где ты живешь, находишь такого высококвалифицированного специалиста. Не нужно никуда ехать, не нужно ни в Питер, ни в Москву выезжать со своим ребенком на реабилитацию. А просто пришел к такому специалисту и получил все необходимое. Это дорогого стоит, конечно. Здорово, что наши активные родители привлекли вас в наше сообщество. Мы очень рады и благодарны вам. Низкий поклон. На данный момент мы переходим к следующему эксперту, к выступлению следующего эксперта. Мерзякова Наталья Владимировна. Она у нас из Красноярска. Она тоже знакома давно с девочкой с синдромом РЭД, с Настенькой. Она является эрготерапевтом, наставником кинестетикс. И на данный момент предоставляем ей слово. Пожалуйста, Наталья, мы вас слушаем. Да, звук, наверное, сейчас включит наш администратор. Егор, пожалуйста, включите звук Натальи. Я нету на конференцию. Она под Эльзой Мирошниченко. Элиза Мирошниченко. Да, спасибо. Все, вроде звук есть. Меня слышно? Да, слышно, пожалуйста. Ой, отлично. Вот почему я переживала, что будет с телефона не очень удобно. Он не выдержал, разрядился. Пришлось срочно заходить с телефона дочери. Хорошо, что она дома. Ну что, я немножко, может быть, волнуюсь. Хотя я понимаю, что тут все по-домашнему. Но вот я благодарна вам за приглашение на вот эту конференцию. С девочками с синдромом РЭД. Я познакомилась через Настю, как вы уже сказали, и маму Марину. И мне это общение с Настей мне очень много дало, к многому подтолкнуло. И мы большие с ней друзья. Она меня любит, и я тоже ее люблю. К сожалению, много заниматься нам не пришлось. Так сложились обстоятельства, что наши занятия прервались по разным причинам. Но был некий результат даже в короткий срок. И еще с девочками с синдромом РЭД я познакомилась во время школы родителей в Казани, куда я сопровождала Марину вместе с Настюшей. Там я давала мастер-класс как раз по системе кинестетикс. Вот с этой системой я и хотела познакомить родителей, рассказать о ней. Потому что вот как раз то, что говорила Илона Арефовна, это тот целостный подход без западаний каких-то частей, который раскрывает нам взгляд полностью на развитие со всех сторон. Ну и, конечно, двигательное развитие, оно является основой. Двигательная компетенция – это то, что, собственно, изучает и эта система, и то, что через нее чему можно обучаться. Следующий слайд можно? Переоценить значение двигательной компетентности. Уже сегодня, вот сколько я прослушала спикеров, они все говорят об одном и том же. Двигательная компетентность, движение дает возможность удержаться как можно дольше в активности, только движение прекращается и начинается катастрофическое деградирование. Поэтому концепция кинестетикс – это понимание развития человека каждый день через те действия, которые мы совершаем ежедневно. Прекрасно приходить к специалисту грамотному. Прекрасно, когда этот специалист есть, и прекрасно, когда он может вести. Но вот уже задели этот вопрос, что не везде есть, не всегда есть возможность выехать, физическая, материальная возможность выехать. Но это не значит, что нет возможности развивать. И как развивать? Как раз вот эта концепция, она дает такой взгляд, когда родитель, непосредственно ухаживающий, он начинает понимать, анализировать через призму вот этих концепций и более внимательно относиться к собственному движению и к развитию движения своего ребенка. И этим пронизана вся деятельность. В течение дня мы столько совершаем действий по уходу. Меняем памперс, кормим ребенка, проводим какие-то занятия, везем куда-то, пересаживаем из кровати, позиционируем из кровати, например, в коляску, из коляски в машину. И этих действий очень много. И вот это качество движения, которое мы будем транслировать и нести, встраивая в свою ежедневную деятельность по уходу, это качество, оно очень сильно влияет. Оно может либо быть развивающим, либо быть дегенеративным, то есть не способствует развитию. Ну, приведу пример, собственно, со сменой памперса. Как правило, я сказала, что у меня небольшой опыт именно с синдромом Ретта, но учитывая вообще, в принципе, редкость заболевания, оно действительно редкое заболевание, поэтому надо сказать, что это уже много, сколько я видела детей по сравнению с другими специалистами. И получается, что вот смена памперса. Как правило, делают это родители быстро, например, поднимая ноги и подсовывая пас памперс и затем застегивая его. Это движение, движение, безусловно, движение, но это движение не является развивающим. А оно как минимум 3-4 раза в день, а то и больше оно повторяется, то есть при смене памперса. Как можно в этот момент сделать развивающим? Вот об этом как раз и все идет через призму концептуальной системы кинестетики. Можно следующий кадр. Всего, вы видите, в основе лежит деятельность или активность человека. Неважно, в принципе, чья это активность. Активность ухаживающего человека или тому, кому требуется помощь. Это и всего систем 6. Самое первое – это взаимодействие. И в каждой системе есть три подтемы, под которыми мы рассматриваем. Как мы рассматриваем взаимодействие, как мы рассматриваем функциональную анатомию, что нам может дать знание функциональной анатомии, как мы рассматриваем движение человека, напряжение и человеческую функцию и, наконец, окружающую среду. И вот сейчас я хочу рассказать как раз немножко поподробнее о каждой этой концептуальной системе. Можно следующий кадр. Следующий слайд. Да. Это концепция взаимодействия. Мы рассматриваем концепцию взаимодействия как концепцию, во-первых, взаимодействия между людьми, во-вторых, взаимодействия между всеми системами, о которых сегодня тоже немало говорилось. То есть у нас есть пять чувств органов восприятия сенсорных и есть то, что связует это все, через что передаются эти сигналы. Это наша кинестетическая система. Это то, что мы чувствуем внутри. Мы, если мы говорим, например, о слухе, зрении, вкусе, тактильной какой-то функции, и мы не можем, например, боль, мы не чувствуем ни одним из этих пяти чувств. Чем же мы тогда чувствуем? Или усталость мышц. Вот это как раз и есть такинестетическая система, которая внутри нас, которая является посредником между внешними системами и мозгом, который посылает сигналы. Если мы можем влиять, то есть через эти пять чувств, через все пять чувств, мы можем воздействовать на внутреннюю систему и, соответственно, посылать сигналы мозгу. И третья тема, которую мы рассматриваем во взаимодействии, это, конечно, время, пространство и сила. Что под этим подразумеваем? Мы подразумеваем пространство как внешнее, то, что воздействует на нас, и то, что находится во внешнем пространстве. И пространство внутреннее человека. То есть вся жизнь, все наши чувства и все наши действия рождаются изнутри. И это пространство мы тоже рассматриваем в концепции кинестетикс и изучаем его. И изучаем прежде всего все эти концепции, мы изучаем через собственное движение. Когда собственное движение становится для нас, мы становимся к нему внимательны, мы умеем отслеживать мельчайшие изменения, когда мы непременно становимся тоже более внимательными, чуткими к тому, как мы организуем движение, деятельность для нашего ребенка. Время. Время, оно тоже рассматривается с двух сторон. Как внешнее время, это то, что мы задаем, то, что задается нам какие-то временные рамки извне. И время внутреннее, то есть то, что мне лично требуется, кому-то кто-то 75 пельменей может слепить за какое-то время, за 15 минут. Мне 75 пельменей нужно слепить, мне нужно потребуется 2 часа. И если мы говорим, например, даже о скорости реагирования, то есть мы приучаемся к тому, что время внутреннее может не совпадать с нашим запросом по времени. И это соблюдение внутреннего времени ребенка есть важное условие к тому, чтобы быть успешным в движении и в реагировании, в любом реагировании. Ну и усилие, либо сила, это тоже внешняя и внутренняя сила. И то, как мы, например, касаемся, это тоже несет, поскольку ухаживание невозможно без прикосновения, невозможно без тактильного контакта. Его идет очень много. Это основной получается наш канал связи. Мы очень много задействуем тактильности. И вот как мы берем ребенка, как мы его перемещаем, насколько наши руки мягкие, жесткие, как он нас ощущает это с внешней стороны. И опять же, внутренние усилия его, какие он делает, это тоже все учитывается. И вот вкратце концепция взаимодействия. Ну и, конечно, рассматриваем три вида взаимодействия. Одновременное, когда мы, вот вы видите на фотографии, перемещается, делается переворот наставником своего партнера. И это одновременное движение, когда своим телом, большой поверхностью тела наставник задает амплитуду и дает, мягко дает те импульсы, чтобы движение было выполнено верно. И с тем усилием, которое возможно для ребенка, и в то время, которое доступно ему, его внутреннее время. И все эти три элемента влияют на друг друга, и это взаимодействие называется одновременным. Есть пошаговое взаимодействие, когда один партнер делает шаг, а второй отвечает. И третье взаимодействие, оно уже более самостоятельно, когда делают, уже можно выполнять по повтору, когда просто может ребенок повторить какое-то действие. И следующий кадр, пожалуйста, это кратко о взаимодействии. Следующая функция, это концепция функциональной анатомии. Мы не изучаем анатомию как таковую в деталях, поскольку эта концепция, она разработана для ухода и для развивающего ухода. Тогда мы рассматриваем, что же несут кости. Это стабильная структура, которая несет на себе мышцы. А мышцы не стабильная структура, которая дает нам возможность двигаться. Опять же в этой концепции мы рассматриваем опять три подтемы. Кости, мышцы, о которых я уже сказала. И следующее. Это массы и пространство. То есть у нас есть массивные элементы нашего тела, которые стабильные, которые нас стабилизируют. И есть пространства, которые позволяют нам совершать развороты, повороты. То есть такое движение во все стороны. Например, голова, плечевой пояс, таз, они являются у нас массами. Самые тяжелые и такие стабильные. А то, что у нас, где мягкое пространство, это как раз наше пространство, которое мы поворачиваем тело вверх, вправо, влево, как раз с помощью вот таких пространств. И еще движение рассматривается как транспортное и опорное. То есть понимание этого дает нам возможность варьировать движение, где мы хотим использовать движение для транспортировки, а как мы хотим двигаться для того, чтобы получить опору. И вообще, как я могу использовать свой костно-мышечный аппарат. Ну и, соответственно, костно-мышечный аппарат ребенка для наиболее эффективного движения. Аффективное движение, которое ведет к наибольшей самостоятельности та, которая возможна. И это очень хорошо прослеживалось в выступлениях как раз предыдущих спикеров, которые как раз демонстрировали, как это действует. Можно следующий кадр. Концепция движения человека. Концепция движения мы рассматриваем, какова вообще функция движения. Об этом сегодня очень много говорили. То есть функция движения, функция движения это вообще основа жизни. Движение, оно ведь не только даже когда мы лежим неподвижно, мы двигаемся, наша кровь двигается в жилах, наши глаза двигаются, когда мы слышим, что-то двигается, вот эти все молоточки, перепонки и все. То есть движение это основа. И концепция всей жизни. Мы перестаем двигаться, только когда жизнь прекращается. в этой же концепции мы рассматриваем, как действует гравитация на массу человека, как справиться с этой гравитацией, если у тебя есть нарушения, как сделать, чтобы гравитация помогала нам, а не мешала, как распределить вес в определенном положении, чтобы оно было эффективным для, например, работы или обучения. И при движении необходим, конечно, статический компонент. можно осуществлять движение за счет вращения или переворачивания. Расширяя внутреннее пространство человека, мы не можем еще отделить. Вот сейчас мы рассматриваем концепцию. Вот сейчас это концепция движения человека, а вот сейчас это функциональная анатомия. Все эти концепции настолько переплетены между собой, и то есть вот любое из этих движений, которые представлены на моих фотографиях, можно рассматривать с позиции любой концепции, только будет меняться ракурс, под которым мы, что мы рассматриваем и что мы видим. И давайте следующий кадр. Концепция окружающей среды. Об этом тоже сегодня немало говорилось, о том, что мы свою среду подстраиваем постоянно от себя и среда влияет на нас. Как она влияет, зависит от того, как мы будем ее подстраивать максимально под наши нужды и адаптировать под те возможности, которые нам нужны. то есть я привела несколько фотографий моих коллег, которые любезно их предоставили. Вот в таких мелочах, вот в такой ежедневной рутине мы осуществляем тоже позиционирование, тоже помощь в каких-то осуществлениях движения, подстраивая, адаптируя окружающую среду. она на нас влияет, а мы влияем на нее. И это повышает компетенцию в осуществлении движения любого. Вот. И что еще? Следующая, последняя концепция, о которой я хотела сказать, можно с любящих кадров. Это концепция напряжения. И либо еще она может звучать концепция силы, или усилия. Я привела несколько вот таких фотографий, где демонстрируется, как мы можем прилагать, вы видите, что вот хрупкая женщина может перемещать другого взрослого человека, используя как раз возможности напряжения. то есть для того, чтобы эффективно перемещать, не нужно поднимать и носить. Для этого нужна сила. Но используя напряжение, которое есть в любом теле, и зная законы этого напряжения, мы можем тянуть и толкать. для ухаживающего человека это сохранение спины, уменьшение напряжения во всех отделах, которые обычно страдают, когда уже человек, за которым мы ухаживаем, становится тяжелым, какие-то переносы, перемещения. И используя вот эту концепцию, вы это можете делать наиболее щадящий для себя и с обучающим компонентом для того, за кем вы ухаживаете. Вот в принципе это все. Следующий кадр. И кинестетикс это не методика, это не готовый окончательный продукт, это совокупность концепций, о которых я рассказала. Когда мы именно так начинаем смотреть, меняется наш взгляд на всю ситуацию и вот так мы рассматриваем движение, взаимодействие, все, что нам может помочь и быть полезным в перемещении и в деятельности, во всей деятельности в течение дня и ночи. это можно сказать философия, это образ жизни, который просто встраивается как пазл во все области жизни, во все области жизни. И вот что отмечали родители после, например, прохождения первого курса, начального курса, я не говорю сейчас о родителях именно с синдромом Ретта, поскольку я не так много знаю, а говорю о тех родителях, у которых есть дети с двигательными нарушениями. Вот красной лентой, красной нитью прошло через все их отзывы, они сказали, эта концепция позволила мне, у меня как упала пелена с глаз и позволила выбирать те методы и методики тех специалистов, деятельность которых укладывается во все эти концепции. И многое отпало само собой, многие вещи какие-то отпали само собой и более того, я знаю родителей, которые большую часть исключили тех, куда носились по каким-то курсам и все, исключили большую часть, поскольку мы уже говорили о том, что вы находитесь 24 часа с ребенком и огромное количество возможностей сделать учебные задачи из любого действия. И 15 минут, 20 минут ежедневного, ежедневного повторения во всех рутинах оно дает иногда больше, чем какие-то курсовые вещи. И хотелось бы еще сказать, что вот следующий кадр дайте, пожалуйста. Подготавливаясь к этому выступлению, я просмотрела сайт Министерства Минтруда России и с удовольствием отметила, что существует такое письмо номер 12. Вот я привела часть его от 23 апреля 2018 года. Хотя это касается рекомендации необходимо использовать регионам по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста инвалидами. И меня там очень подробно вернее расписаны такие различные методы, которые нужно вводить при долговременном уходе. И как раз кинестетикс указан вот как обязательным. То есть эффективность его оценена уже на таком уровне, что оно является рекомендацией, что в принципе позволяет требовать, наверное, может быть, какую-то вести работу, чтобы этот кинестетикс привозили специалистов, вернее, тренеров, которые бы обучали специалистов и родителей, и это бы все продвигалось, даже за счет государственной помощи. Ну, и на этом, пожалуй, все. Я не знаю, уложилась я. Следующий кадр можно. Просто в следующем кадре там мои контакты и ссылки на те группы, которые есть. через эти группы можно найти специалистов кинестетикс в своем городе или в своей стране. Я знаю, что хорошо, мощно действует в Белоруссии, началось движение в Казахстане хорошее, и в России, во многих городах тоже есть наставники. Предлагаю вам организовывать обучение и искать этих специалистов в своих городах. Вот, собственно, все. Спасибо вам за приглашение и за внимание, за возможность рассказать о своей работе. Ну, еще я хотела бы добавить, что я не работаю в психонерологическом интернате для детей инвалидов. У меня очень тяжелые дети. различные нозологии. И со всеми абсолютно работает система кинестетикс и дает свои результаты. То есть, встраиваю их занятия в свои, и это очень серьезно дает толчок к развитию. И, конечно, не только развитие, но и сохранение здоровья через профилактику различных вторичных нарушений, о которых тоже говорилось сегодня другими выступающими. И хотела еще немножко рассказать о своем опыте работы с Анастасией, с девочкой синдромом Ретта, через который у меня началось знакомство с Ассоциацией. Наши занятия проводились не очень долго, я говорю, по различным обстоятельствам. Я работала тогда в центре МТО одного, и Марина приводила Настю ко мне два раза в неделю. проанализировав ее состояние, ее как бы возможности, что она может, что не может на данный момент, мы начали исходить из того, чтобы например, я давала много нагрузки на создавала ситуации, где приходилось применять опору на руки. различные проползания через препятствия, различные опоры, то есть когда мы с ней двигаемся вместе, и ей приходится иногда выставлять руки для движения. Когда-то я это помогала, где-то она сама руки выставляла, то есть это постоянно было в нашем и второй момент, над каким я работала, это как и у многих может быть я думаю девушек, девочек вестибулярное нарушение в вестибулярном брати. Она боялась лестниц и мы тоже работали над этим, начинали мы переступания через небольшие ступенечки, подъем на небольшие ступенечки, потом мы увеличивали и постепенно, постепенно она эти ступенечки начинала преодолевать. Вот собственно и после занятий, после часа, у нас часовые занятия с ней были, после часа занятий мы заметили обе с мамой, что у нее она не говорящая девочка, но речевая активность у нее она выдавала те слова, которые у нее были выучены до того, как начались вот эти все изменения. То есть она прямо их как пулемет выдавала, пока мама одевала ее домой. И в ходе анализа вот этой деятельности мы с ней договорились о том, что движение все-таки это основа и нужно идти там, где это движение будет. И на сегодняшний момент, наблюдая за Настей, я вижу, как Марина очень грамотно как раз это выстроила реабилитацию движения. И Настя на самом деле в достаточно хорошем состоянии. И ее успехи меня очень радуют. Ну, на этом все. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Опыт очень ценный. я хочу сказать, что очень часто родители к нам обращаются или вообще в принципе в практике встречаются чаще родители, которые ждут определенных инструкций от специалистов. Вот скажите нам, как делать на раз, два, три, и мой ребенок будет то-то, то-то, то-то делать. Очень часто встречаются родители, которые буквально говорят, вот я своего ребенка на ноги поставлю, а дальше успокоюсь. Но мы понимаем, что бывают ситуации такие, при которых невозможно поставить, например, на ноги. Однако вместе с этим не отменяется понимание того, что как раз движение это жизнь. Если ребенок не стоит на ногах, надо где-то развивать другие его возможности, где-то опять-таки находить удобные позиционирования, чтобы ребенок так или иначе был вертикализирован и выполнял какие-то функции, поддерживать его эти функции. И вот как раз то, о чем вы говорили, это помогает, кстати говоря, не только ребенку, это обязательно помогает родителям, а многие родители в меньшей степени занимаются как раз собой, своей спиной, и когда дети вырастают, по себе знаю, Кате 25 лет, и спина болит так, что невозможно два часа ровно просидеть на стуле, потому что в свое время никто не объяснил правильно, не сказал, и вот это вот поднять, на себе понести, мамы себя очень часто не щадят, и папы тоже, и это печальные такие бывают последствия, но в любом случае сейчас информации больше, и вот возможность таким образом обмениваться опытом, не ждать, что вам действительно скажут, что при синдроме Ретта есть методики для синдрома Ретта, то есть есть как раз их много методик, которые в принципе есть для людей, у которых проблемы, например, с ногами, со спиной, еще с чем-то, эти методики в индивидуальном таком порядке, случае, можно адаптировать, если родитель встретит неравнодушного специалиста, думающего, изучающего, человека, который находится на своем месте, очень часто в реабилитацию как раз приходят не случайные люди, и вот мы всегда стараемся настроить родителя на то, чтобы важно закреплять вот эти отношения родитель и специалист, потому что работа для ребенка, это всегда двустороннее движение, это и работа родителя, и работа специалиста вместе, вы друг друга обогащаете, даете друг другу больше, и это приумножит возможности вашего ребенка. Я хочу поблагодарить еще раз наших сегодняшних выступающих лекторов, экспертов, Артема Сергеевича, Наталью Владимировну, Кирилла Дмитриевича, Илону Ореховну за то, что вы согласились, пришли, рассказали, поделились опытом, просветили, объяснили. Иногда нам, родителям, очень важно, чтобы нам еще раз сказали, а мы услышали. Может быть, мы это все знали, слышали, но почему-то перестали практиковать в своей жизни. И вот такие вебинары нас опять возвращают к тому, чтобы заниматься, работать, не отпускать это на самотек. Жизнь такая, что нам приходится очень-очень много вещей делать, организовывать менеджмент своих детей в жизни, еще какие-то параллельные дела, успевать быть профессионалами в своем каком-то личном деле. но вот это все не отменяет, потому что у нас особенные дети и у нас на самом деле особенные жизни. Я думаю, что еще важно сказать о том, что нужно предупредить родителей, что нельзя где-то не недодать и в то же время нельзя где-то перегрузить ребенка. Надо всегда искать баланс, надо всегда искать золотую середину и нужен всегда вот этот индивидуальный подход, поэтому сегодня очень ценно вот эти настоящие истории про реальных детей, про Маргариту, про которые нам рассказал Артем Сергеевич, про Настю из Красноярска, историю знакомства с которой поделилась Наталья Владимировна. И это действительно такие бойкие активные перспективные девчонки. Я также еще раз хочу опустить родителей на землю и сказать, что бывает так, что дети при синдроме Реда бывают очень активные, в них очень много выложено реабилитации, и они ходили, бегали, но с возрастом эти навыки теряются, их надо или поддерживать, или искать новые способы правильного позиционирования, хорошие технические средства, коляски и так далее, для того, чтобы как можно дольше сохранить ребенку вот эту активную жизнь, вертикализацию, не укладывать и не смиряться с тем, что ребенок лежит, всегда, всегда есть способы, всегда есть специалисты, и мы стараемся вокруг себя объединить активных родителей, в том числе специалистов, если у вас есть родители, такие специалисты, говорите о них, давайте проводить такие вебинары, делиться друг с другом, мне кажется, это в том числе развивает профессиональную среду, не дадут собрать эксперты, это тоже очень важно, когда эксперты между собой встречаются и делятся вот таким бесценным опытом, потому что наших детей не так много по всей России, и, наверное, этот опыт тоже для них очень бесценный. Ну, самая главная сегодняшняя тема это то, что движение это жизнь, мы постарались рассказать о том, как обеспечить движением наших детей, независимо от возраста. Презентации мы опубликуем на сайте и в группах в доступном формате, чтобы вы могли смотреть. Я думаю, что если есть какие-то вопросы, вы можете прислать на нашу электронную почту «Роксиндром Мэйл.ру». И если есть какие-то конкретные вопросы конкретному эксперту, я очень надеюсь, что у нас будет поддерживаться обратной связи и эксперты хотят ответить на ваши вопросы. И будем продолжать наши вебинары, наши встречи. Это не так просто организовать, но благодаря интернету это стало возможным. Спасибо всем. Я думаю, что мы сегодня наш план выполнили. Если есть желание, да, вот пожалуйста посмотрите это кадр нашего будущего сядем на попу, будем садиться. Хорошо? Садимся. Молодец, умница! Класс! Ребенок должен сидеть на седалищных буграх. Если ребенок заваливается и сидит на крестце, еще один такой косвенный показатель или прямой показатель будет, что ребенок сидит с круглой спиной, это нам говорит о том, что ребенок сидит неправильно и нужно правильно на стол садить таз. Если такая ситуация, как у Даши, можно использовать клин. Высоту клина подбираем индивидуально под ребенка. Вы пожалуйста находитесь перед Дашей до говорите какие-то четкие слова, которые будете говорить ей всегда. Встаем. Вы лучше встаньте, чтобы быть самой устойчивой, но чуть-чуть присесть, чтобы примерно на уровне ее глаз быть, чтобы ваши глаза стоили. А теперь сядем это кадр из нашего будущего фильма про реабилитацию. не искали специальные сюжеты, мы проводили мероприятия в Беларуси, в Минске и в других городах, и везде была с нами наша съемочная группа. И вот будет 30-минутный фильм про реабилитацию, чуть-чуть про реабилитацию при синдроме Реста. В конце этого года этот фильм будет на нашем YouTube-канале. Спасибо огромное всем, еще раз будем прощаться, до свидания, всего хорошего, спасибо. Ой, спасибо, ребят, за ваши реакции. спасибо. 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 Спасибо.